петербургские страсти экстра а вот такая еще случилась история приехали в город барды говорят там у карагатского в тюзи сейчас бардовский фестиваль в ленинграде ну кто а куджау приехал высотки приехал визбор приехал александр городницкий не приезжал потому что она так в ленинграде находился тогда он такой говорит вот я тоже буду выступать атлантов спою а еще какие-нибудь интересные песни про ржавку про пушкин у меня много песен я не просто ученый геолог я еще и поэтому вот у меня гитарка есть правда я на ней сам не играю тут стоит гитарист виртуоз он играет а я пою песни да мы всем знаем конечно этого замечательного барда нашего замечательного ленинградского барда александра городницкого все собрались все поют песни даже был слух что и романах романов приедет из монастыря но конечно как монах не стал бы вот жаль может какой-нибудь конференц связь с нашим бардом монахом соорудим но тогда еще для конференц связи такие огромные камеры использовались то есть там не как мы сейчас носим телестудию в кармане все смартфоне вот тогда огромные камеры огромное оборудование это все конечно невозможно так записывать ну поэтому и не записали ничего этот концерт но поверьте на слово все было именно так как мы рассказываем о петербургских страстях экстра в это время кстати в альфа роми приплыл на лодочке долблёночки прям ковроли со стороны с другой не со стороны набережные где где люди со стороны от пути к набережной как бы его не видит никто потому что он за другой стороной там по набережными ходят гуляют не видят что в альфа ромина на лодочке вы долблёночки подплывает ковроли потом одевает экологический костюм заныривает и через какой-то там тайный отсек попадает в аврору он знал как можно со дна залезть туда там был такой вход там надо быстро открывать дверь чтобы не вы не набрать вот он там в общем сделал какие-то специальные свои изобретинские дела и раз она пошла поплыла ночью когда все туристы ушли она отправилась по небе поплыла ну губернатору тут же доложили губернатором тогда якобы он конечно очень удивился как куда поплыла аврора такого распоряжения не было у нас может быть законодательное собрание хулиганит так мы их быстро это дело вообще подсудное никакой депутатской неприкосновенность здесь не поможет да никто там не хулиганит на кого вы думаете я думаю на этого сомнительного маждоворота десантника миронова я думал тонна там моду мотит ступе все надо от него как-нибудь избавиться катапультировать его куда-нибудь так говорят что скоро катапультирует его москву будет парламентские партии там рулить шрушить фуха ну и пускай себе отсюда действительно уже уезжают нам петели такие не нужны мордовороты у нас должны ходить все такие более приятные на вид а я с вашего позволения сейчас отобедаю ну и пошел губернатор специально губернаторскую столовую смольном его там очень вкусно накормили там был эскалоп всякие разные сырные корзиночки там были салаты супы настоящий ресторан то есть хоть и называлась губернаторская столовая ну конечно это было очень вкусно всем ну и он поел выпил водочки и рюмочку и сказал вот хорошо быть губернатором петербурга поеду я к посмотрю как строят стадион на проспекте большевиков пятилеток и поехал ледовый дворец смотреть ему там показывают он даже взял отдел хоккейную форму и на льду прокатился потом говорит запускайте 10 фигуристок и там сильно 10 фигуристок из школы фигурного катания питерской начали там кружить вертеться и он конечно всякие трюки там показывали он говорит вот все испытание прошло скоро открываем мы на стадиона будет там чемпионат мира по хоккею вот такая вот история была ну конечно прибегают еще кучу народу говорят вот все комиссия все проверили все замечательно открытие скоро при скором хоккеисты приехали грет мы будем здесь тусоваться в питере мы между матчами все время тусы ночные клубы ходят баракузят по набережным такие с пивчанским ходят вообще говорят что это вот я ведь недавно тут шел с барышней ну ладно там до набережных моряки стоят и ловят рыбу так еще он и хоккеисты там успеем стоят все время глушат только и слышно бульк 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 ну что за хоккеисты им завтра выступать а он они пиво глушат в час ночи ну что это за сборная у нас такая не понимаю вот павел буре как не зайду в рюмочную все время павел буре сидит там и хлопает рюмки потом еще в пышечную приходит говорит пышек ленинградских питерских пышек ленинградских питерских я буре ну ему конечно сразу там целую миску этих пончиков всяких накидают пышек и пудра еще так сверху посыпят и кофе из из котла общего такого ну буре посидит такой радостный ладоши похлопает опять в новый клубешник там энергетика адреналин разного нет это энергетик red bull длина раш еще не было тут его подловили играть отец код ты знаешь что будет адреналин раш ты еще не на шестом году вообще не должен знать по такие энергетики ну давай выкладывай ты что на машине времени тоже катаешься повод буре говорит ну да катаюсь и что а чего покататься то благо зарплата позволяет я горит люблю например в египет древние слетать посмотреть фараонов настоящих или например переместиться в античную грецию посмотреть как все было интересно как создавалась великая эллинская культура говорит ну хорошо любой каприз за ваши деньги машину времени запускаем куда-то павел был бурой летит но и полетел все конечно обрадовались сразу стали хлопать в ладоши прыгать и говорить замечательно как хорошо что у нас такая есть технологии действительно стали богатеем всяким машину времени в аренду выдавать кто с кем встречается ну тогда уже вообще все по-другому стало кто-то сказал я вот не с кем общаться не с кем общаться да вот бери машину времени летит и к своей ганди если тебе надо с ганди пообщаться или к самому ганди а чем тебе собственно если ты что давай ламу не угодил пообщайся с ним на самом деле ты ни с кем не общаешься у тебя все заготовленные все говорят как бумажки написано а ты пообщайся вот так тет-а-тет потому что общение это обмен энергиями на уровне речи вот мы ответственно прилетели на самолете какие туристы на чемпионат по хоккею выходит с чемоданами все выбежали ну потом метро спустились доехали до проспекта большевиков вышли там побежали срочно стадиона смотреть хоккей ну забежали в ледовый дворец все сидят радуются новый зал все классно сейчас будем смотреть хоккей наслаждаться игрой ну там выходит сборная и начинают гонять там шайбу 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 однажды даже так сильно крикнули шайбу что один хоккеист говорит вот вам шайба берет подкидывает ее воздух и клюшкой как ударит и она полетела прямо в зрительный зал и кому-то зубы прямо выбило и залетела в рот ну и все-таки говорят ну вообще что это хоккеисты устроили взяли зуба человека выбили ну конечно ему потом компенсировали он там потом новые зубы себе вставлял там металлокерамику всякую коронки но все там нормально не вставлял все выпавшие зубы все потом еще даже и лучше стало у него вот ну и за моральный ущерб ему там еще заплатили но он довольный ходил все показывал всем вот смотрите сколько мне заплатили он смотри сколько заплатили во всем на переулке тюкнули тогда кочергой какой-то и все отобрали в него там часть денег но часть оставили такие благородные были разбойники так такая в общем то и игра была увлекательная это хоккейная так что летайте на машине времени если вам позволяют средства тогда можете в любое время переместиться и пообщаться с кем хотите с петром первым пожалуйста в альфраме общался четвертом сезоне можете послушать как это было вообще без проблем подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч в петербургских страстях